ребята добрый вечер буквально несколько минут подождем тут у меня какая-то небольшой технический сбой произошел надеюсь все работает слышно хорошо я сегодня обещала провести небольшой прямой эфир на тему своего видения ситуации что происходит несколько дать комментарии по поводу тех манипуляций которые происходят вокруг поправок конституции и буквально несколько слов о том какие деньги какие фонды откуда и куда плывут не знаю сколько продлится эфир постараюсь сильно не затягивать ли она да нормально все слышно потому что вроде был небольшой сбой барьере коммер жан джан стал привет максим а добрый вечер всех приветствую оговорюсь что тема не моя любимая армения тема россия тема конституция тема правки и сегодня голосование началось для тех кто немножечко не в курсе подробностей скажу что всего количество избирателей которые имеют право голосовать сказать свое да или нет или ничего не сказать сто восемь и пять миллионов человек плюс еще определенное количество наших граждан за рубежом для которых открыто по моему двести пятьдесят четыре избирательных участков 144 странах до точках в общем то так достаточно масштабно подошли российские власти к делу добрый вечер добрый вечер георг джан по всей россии открыто 96 и 5 тысяч точек голосования куда можно прийти и собственно говоря тоже проголосовать также по москве открыто онлайн голосование по моему же миллион двести человек зарегистрировалась и в нижнем новгороде но сергей семенович как всегда хотел отстроиться показать всю свою цифровую сущность сущность и это прекрасно ирочка привет спасибо дорогая я очень надеюсь что к этой процедуре мы все подходим серьезно ребят потому что мы с вами творим историю мы действительно творим историю свою публикацию где анонсировала сегодняшний эфир я назвала начала с того что кучка банкиров в свое время девяносто шестом году купила для россии второй раз первый раз борис николаевича мы выбирали с огромным энтузиастом да совершенно еще юные мальчики и девочки кто-то получил право голосовать кто-то еще не получил но выбирал сердцем голосовал сердцем и с этим сердцем пошли во второй раз уже полностью под мы попадая под манипуляцию потому что были наивны и потому что верили в прекрасное будущее в запад который нам поможет да это все было это правда и мудрость заключается в том чтобы все-таки учиться на чужих ошибках и я считаю мое поколение которое прошло ельцинские годы все эти малиновые пиджаки все это крышевание мое поколение с фамилией оканчивающийся на ян которое прошло период когда просто армянских мальчиков убивали на улицах когда мне говорили мин смените свою фамилию и вы продвинуть этого продвинетесь по карьерной лестнице я все это прошла я с гордостью пронесла свою армянскую фамилию горжусь ею и считаю что армения и россия это партнеры навсегда поэтому прошедшие эти горячие эти жесткие эти тяжелейшие периоды когда кому-то удавалось просто споткнувшись поднять деньги кто-то с высшим образованием инженеры которые таскали баулы для того чтобы перепродать и заработать хоть какую-то копейку для своей семьи все это прошли и все это и прошли и получили в наследство конституцию 93 года которая предписала россии быть либеральным либерально-демократическим государством для страны с федеративным устройством либерализм это смертельно это позволяет каждой плошке чувствовать себя сошкой и по большому счету мы регулярно идем по краю потрясений и очень сложно контролировать такую масштабную страну мульти язычную мульти конфессиональную мега политизированную где буквально со всех сторон нас уже душат границы нато где огромное количество пресной воды ресурсов то есть просто богом в лобик поцелованная страна которых хотят давно раздербанить я делала много лайвов она считала что уже порядка по моему семидесяти с чем-то я рассказывала про залоговые аукционные на которых поднялись бывшие комсомольцы включая а господина михаил борисович ходорковского который все никак не успокоится большого друга сороса который открыл аналогичную фонд компанию открытая россия до который абсолютно перекликается с открытым обществом который продолжает спонсировать то ли на свои деньги то ли на деньги своего же собственного сороса местные нкао в россии до сих пор существует 111 иностранных нкао чтобы мы понимали не эти иностранные нкао буквально вписаны буквально вплетены во всю систему образования безопасности здравоохранения социальные институты благотворительные институты просто везде у нас есть и спящие и консервы и они время от времени выползают не знаю как для вас для меня самое страшное когда они всплывают в образовательной сфере ну собственно говоря если кто-то из вас переживает и волнуется что все это действие антиконституционно прочитать пожалуйста 16 марта вот все эти пункты 1 2 9 которые мне регулярно рассказывают что эти поправки антиконституционные ребят давайте не будете корчить из себя умнее конституционных судей до 14 человек из 15 подтвердили 16 марта что все поправки конституционные и если бы либеральное сообщество понимала на сегодняшний день международные суды пока доминируют над российскими если бы у них была хоть малейшая уверенность в том что они правы сейчас бы уже судебная система была завалена и не рассказывайте мне пожалуйста о том что все судьи коррумпированы и все бы выиграли то есть поддержали действующую власть это означает что вы либо живете на другой планете либо абсолютно не умеете думать но это я так слову сказать возвращаясь к теме сегодня уже голосование началось мы обязательно семьей пойдем выходной день мы проголосуем потому что 46 статей которые подверглись изменениям а изменение 26 отдельных пунктов это огромное количество и а в прошлом своем лаве я рассказывала о том что порядка 45 миллионов человек в принципе с очень высокой вероятностью поддержат эти изменения не потому что они внимательно все просчитали а потому что так выстроена система это и пенсионеры и это конечно же и бюджетные бюджетники которые будут находиться в системе извините пожалуйста мы социальное государство 24 процента нашего бюджета тратится на социальную поддержку поэтому никуда не денемся обратная сторона это поддержка граждан которые получают социальную поддержку не хотите давайте строить жесткий капитализм зарабатывать себе на пенсии соответственно платить налоги исключить полностью любые серые схемы я посмотрю насколько мы в состоянии вот с этой ментальностью сформированных 90-х сегодня поднимать бизнес а он действительно обеляется а он действительно очищается поэтому рано или поздно будем честно платить налоги и честно начислять премии и у наших детей действительно будет нормальное будущее потому что их родители в отличие от наших родителей получали белую зарплату и честно отсчитывали пенсии и для того чтобы у моего ребенка у моей дочери которой недавно исполнилось 12 лет было будущее и обязательно внимательно прочитала все поправки и хочу сказать своим друзьям ребята на это упражнение чтобы вдумчиво внимательно все прочитать свериться осознать у меня прошло мне потребовалось больше более двух часов времени потому что каждая поправка заняла у меня время потому что 46 статей потому что 206 пунктов и теперь к вопросу о тех кто обиделся на власть и не пойдет голосовать потому что ей одним единым пакетом подсунули все поправки ребят вы технически представляете каково это пойти и на месте голосования по каждой из поправок ставить отдельный отдельное значение нет тогда послушали бы комментарии на эту тему которые проходили еще в марте когда было сказано четко что технически это невозможно это значит что каждый зашел в урну рядом с урной для голосования вот в этот вот закуточек и сидит там два с половиной три часа а потом каждый из этих пунктов отдельно анализируется а теперь вы сделаете простое упражнение посмотрите какое количество недель уйдет на то чтобы люди отказать окончательно уставшие да вот те которые наблюдатели и сколько денег уйдет на это для того чтобы за всем этим наблюдать и контролировать поэтому есть очень простое упражнение берем сами садимся читаем ставим плюсы и минусы взвешиваем каждый пункт и если вы видите что для вас есть серьезные поправки которые действительно очень важны взвешивайте потому что всегда чем-то придется жертвовать и давайте это упражнение если мы считаем себя думающими людьми думая будем все таки делать мы это мое предложение а те кто слушать навального конечно не идет те кто не слушает навального но обиделся на владимира владимировича лично тоже не идите а тот кто пойдет еще раз призываю внимательно прочитать а я расскажу маленький эпизод очень интересный 22 июня без объявления войны центральный банк выкинул на рынок 400 миллиардов рублей 400 миллиардов рублей которые по сути предложили бизнесу финансовым институтом в обмен на облигации федерального займа на упс для того чтобы дать рынку реально денег по сути произошла эмиссия это была вторая волна эмиссии только принципиальная разница в том что выкинули очень дешевые деньги в длинную на год под 4 75 процентов годовых были предложены деньги как говорится у меня очень многие друзья говорят что экономика стерильная деньги выводят денег в экономике нет ничего подобного облигации федерального займа есть у любого финансового института предлагалось эта сделка называется аукцион репо соответственно цб дает денег еще раз повторюсь 400 миллиардов рублей замен на эти облигации вы забираете деньги вы вкладываете его реальный сектор вы вкладываете его в производство это глазевская программа он об этой программе говорил еще в четырнадцатом году только тогда очень многие жестко сопротивлялись появлению дешевых денег на рынке а я говорила о том что деньги даже если появится их некуда вкладывать потому что на протяжении 30 почти лет вот с подачей наших западных партнеров которые нам придумали либеральную экономику и либеральную конституцию мы пошли самым кратчайшим путем мы дешево покупали деньги дорого продавали мы спекулировали на аукционах мы спекулировали на курсовиках мы регулярно занимались зарабатыванием вот таких легких денег за счет тех которые в этом ничего не понимали и всю жизнь вкалывали будучи нищими с утра и до вечера для таких как ходорковский который мне не рассказывайте пожалуйста что поднял миллиарды буквально своим трудом абсолютно честно и этот человек сегодня вообще пытается рассуждать о будущем россии вообще как комментировать какие-то параметры честности порядочности и добродетели и воспитывает своих студентов об этом скажу тоже отдельно так вот выкинуты были деньги но казалось бы да такая шикарная возможность бери деньги вкладывали в бизнес в производство в экономику так нет из 400 миллиардов рублей только 5 и 1 миллиард рублей были обменены куплены по большому счету идет простая сделка это всего один и три процента от того как углу огромного массива денег которые были выкинуты что делает cb ну конечно же есть же деньги и cb 3 и 8 миллиарда долларов вкладывает в американские облигации и по сути мы опять идем по краю то есть на грани опять риски санкции опять будем кланяться то есть есть объективная картина международные законы доминирует над нашими мы являемся частью и придатком финансовой системы и полностью если не на все сто процентов то вот так вот по касательной контролируемся мвф и давно пора отвязываться от этой системы которая нам не позволяет самостоятельно развиваться где у нас cb по сути идет по инструкциям мвф и нет никаких возможностей в узком коридоре возможности каким-то образом двигаться и манипулировать и поднимать свою экономику понимаете то есть правая рука пытается наращивать оборонку пытается как-то поднимать свою обороноспособность как-то выстраивать самостоятельную политику экономику а левая рука а финансы это кровеносные сосуды кровеносные сосуды абсолютно не контролируется нами мы подключены к системе и мне мои друзья начинают рассказывать о том что столько лет прошло никаких изменений ребят даже пройдет сто лет ничего не изменится пока у нас кровеносная система не будет наша когда мы наконец от лепимся от системы а для этого первый шаг это уйти от либеральной конституции которая была написана для того чтобы полностью контролировать наши главные источники жизнедеятельности понимаете и что на этом фоне получается на этом фоне получается полная манипуляция бог с ним с навальным этот дурачок забирает всю свою команду и который будет сидеть дома и никуда не ходить они не нужны вообще если все кто голосует нет будут сидеть дома прекрасно но я наблюдаю за тем как умные талантливые люди не прочитавшие правки поддаются манипуляциям ребят манипуляции это не только обнуление я прекрасно знаю что слово обнуление на вас никак не действует и вы отлично понимаете что в такой стране как россия короткими перебежками управлять невозможно потому что так можно управлять такой стране как соединенные штаты америки потому что там выстроены так системы на дурака что даже если завтра к управлению страной придет код стране глобальных проблем не будет мало того что там есть глубинное правительство которое по большому счету управляет страной мало того что там есть огромное количество систем которые хиджируют любые риски и по большому счету трамп пытается отвязать страну просто от того рабства производственного в которое вогнали в свое время для того чтобы полностью контролировать страну потому что когда ты производства переносишь другую страну это означает что твой рабочий класс абсолютно не контроли то есть он абсолютно контролируем то есть он не может сбиться в профсоюзы он не может диктовать тебе условия потому что что производство, все, перенесено было в Китай. И там идет вот эта громадная война. Об этом я делала отдельную историю, сейчас туда я влезать не хочу. Но я знаю, что в Соединенных Штатах Америки система захидширована, власть распределена. И завтра, если любой придет и станет президентом, сторона не развалится. В России не так. В свое время Конституция 1993 года передала президенту о колоссальной полномочии. Это, конечно, было на руку западным партнерам, которые через банкиров нам придумали руководителя и полностью им управляли. Достаточно того позорного выступления, которое было с стороны Бориса Николаевича, которое просто без содрогания невозможно смотреть. Это такое рабство, поклонение, идолопоклонничество перед демократическими ценностями. Но, конечно, это же сработало и минус, потому что никто там не ожидал, что человек невысокого роста окажется достаточно жестким в управлении. Но этот человек невысокого роста, по большому счету, вместе со своей командой принимает решение распределять риски концентрации власти в одних руках. Я об этом говорила в своем прошлом лайфе. В этом же лайфе я хочу сакцентировать внимание на то, что есть еще проблема финансов и Центрального банка. И это вторая глобальная проблема, после которой Пусквально взвыли все дочки, личинки и детенышей вот этого дракона, заложенного открытым обществом в лице открытой России и его выпускников. Местная школа самоуправления. Школа местного самоуправления создана выпускником открытой России непосредственно Михаила Ходорковского, дамой, которая сегодня во всех своих инстаграмах и везде мелькает с словом «нет» на ладошечке. Юлия Галямина, дама, которая читает в Высшей школе экономики, которая по сути сформировала из своих студентов порядка 2000 8 человек, которым промыло полностью мозги. И эти ребятки, хорошие молодые ребятки, выпускники Высшей школы экономики сегодня, не осознавая того, чётко работают против страны. С этой очень примитивной, да, потому что никто ж не хочет углубляться, никто ж не хочет думать. Что они делают? Они подхватывают лозунги. Люди любят лозунги. Лозунги – это хорошо, лозунги – это ритм, лозунги – это эмоции, да. Везде работают прекрасно лозунги. Я против, скажи «нет», «дай пять». Пройдитесь по сети, посмотрите все эти манипулятивные технологии. А деньги они получают от Национального фонда развития демократии. Деньги они получают непосредственно от открытого общества. Более 20 тысяч долларов было зафиксировано, как получила дама, для того, чтобы провести свою компанию, сделать агитку, разработать посадочную страницу, регистрировать там людей, раздавать всё это, печать всё это. Хорошо получилось у них или плохо – это уже вопрос к, слава богу, маркетинга, который, я считаю, там просто нулевой. И несмотря на методички, по которым ребятки работали, я очень рада, что мои в какой-то степени коллеги по профессии оказались бездаренными, потому что компания, на мой взгляд, провалилась. Потому что 20 тысяч долларов в месяц за три месяца умножите на 117 иностранных агентов, и вы получите 7 миллионов долларов только небольшого сегмента, который вброшен на борьбу против Конституции. А в России 220 тысяч НКО. И сколько там денег крутится, мама не горюй. Я не знаю, как они отчитываются своим хозяевам. Мне на глаза попались, я потом запущу скрины. Вот этих вот бумажек, где они писали свои расписочки в получении денег, переписка, которая открыто уже полезла, кто-то слил, кто-то оказался, ну, либо обиженным ему не доплатили, да, потому что информация сливается, либо теми, кто был там внедрён, либо теми, кто был обижен, денег ему не доплатили, кинули, что бывает регулярно, либо теми, кто в какой-то момент осознал и понял, что этого делать нельзя. Если вы посмотрите немножечко, где обучалась непосредственно Юлия Галямина или же её партнёрша Наталья, по-моему, Шамшукова, да, Шамшукова фамилия, они прошли образование в Соединённых Штатах Америки, непосредственно на деньги Госдепа, прошли вот эти все практики протестные, приехали и открыли себе неплохой бизнес, такой милый женский бизнес, под стороной копать, детей портить, мозги им вымывать, приучать к такому березбезобразию. При этом мадам муниципальный депутат Темирязевского района и таких муниципальных депутатов, которые наплодились за последние выборы, мне говорили, что это не так страшно. Да нет же, ребят, вода камень точит, их очень много, и они воспитывают и поднимают людей. Посмотрите всем у муниципальных депутатов такой внесистемной оппозиции. Чем они занимаются? Они занимаются пропагандой, гаденькой, примитивненькой, неумненькой, но, к сожалению, это работает. Я физически не выношу глупых людей. Ну вот, поверьте, могу помочь, поддержать, сочувствую всегда в любом вопросе, но глупость не выношу. Поэтому очень прошу тех, кто понимает и осознаёт, что сегодня решается судьба страны, что конституция 93-го года нам не годится, что верховенство внешних законов нам не даёт возможности ни развернуться, ни развиваться. Мы всегда будем идти по кратчайшему пути и, получая деньги, попытаться его бросить спекуляции. Спекуляции сейчас практически невозможно и контролируются. Вы думаете, почему эти 400 миллиардов рублей сразу же не понахватали? Да потому что контроль, потому что уже невозможно на курсовике поиграть, в спекулятивные игрушки поиграть. Всё контролируется и отлично. Ребят, пора уже от спекуляций переходить к реальным бизнесу, по строению производства. Я, например, работаю в компании, в которой, не посчитайте, это реклама, просто это факт. Это факт. Четыре завода. Приезжайте к нам на завод в Киржаче. Вы посмотрите, какой колоссальный, мощный завод там построен. Там четыре завода по производству секционных радиаторов, стальных панельных радиаторов, вентиляционного оборудования. Вы увидите там оборудование, которого во всём мире нет. Вы увидите, как российские инженеры совместно с итальянскими создали технологию одновременной отливки четырёх секций, которой в мире нет. Вы придёте и будете гордиться тем, что такие заводы есть. И наш завод не единственный. И это не обязательно оборонка, это не обязательно ВПК. Есть заводы, они развиваются колоссальным трудом. Акционер, который этот завод создавал, спит по три часа. И, в принципе, физически человек превратился в терминатора. Но другого варианта нет. Остаётся одно. Не позволять таким безобразным опухолевым, опухолевым, я не знаю, злокачественной опухоли, как открытая Россия, гадить в этой стране на чужие деньги. Потому что, видите ли, ему не позволили внедрить закон о нетрах и продать 40% доли ЮКОСа какому-нибудь Аксомобилу или другому представителю пяти сестёр, чтобы вообще окончательно превратить Россию в сырьевой предаток. И это люди преподают в высшей школе экономики, понимаете? Либо они неграмотны, либо они нечистоплотны, либо одно из двух. Это главное, что я хотела сказать. По большому счёту, путь, который мы выбрали, он суверенный, он консервативный. И это государственный капитализм. Я не знаю, насколько и кто углублён в эту тему, но я считаю, что это единственная альтернатива либеральному пути. Получился такой немножечко жёсткий, не очень, скажем так, может быть, несколько запутанно, не очень понятный лайф. Но, тем не менее, самой главной идеей, которую я хотела донести, это такой второй мой лайф, первый был про распределение власти и создание Совета Федерации, и сокращение полномочий президента, очень серьёзное. Второй – это про Центробанк. Я говорила о том, что есть несколько пунктов, которые для меня являются принципиальными, и я готова пожертвовать теми пунктами, которые мне не очень нравятся, или мне кажется просто словоблудием. тем не менее, я надеюсь на здравый смысл, я надеюсь, что мои друзья всё-таки включатся, выключат эмоции, поймут, почему нельзя было голосовать по пунктам и примут правильное решение. Вот, что я хотела в целом вам сказать. Я желаю вам прекрасного вечера, мы увидимся в воскресенье, а вот в воскресенье я вернусь к своей любимой теме про Армению. Хорошего вечера и думаем. Пока.